Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Захар Соленко боится потерять Леру Фрост. В отличие от Захара, все бывшие мужчины Леры были состоятельные. Лера пишет, я Захара люблю, я буду ему верна при любых обстоятельствах, я уважаю свой выбор. Филу Костробову пишут очень много гадостей в соцсетях из-за того, что он поднял в эфирах тему волшебства с Лилией Четрару. Фил оправдывается, я не люблю ложь и вранье, особенно в котором замешан каким-либо образом я. Фил опубликовал фотографию со своей сестрой. Вот она, пишет Фил, по кому я безумно скучаю, кем безумно дорожу. Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова поругались. Юлия тайком залезла в планшет Сергея и увидела сообщение от другой девушки. Она говорит, что любит парня, не хочет его делить ни с кем. Кучеров же оправдывается, что социальным сетям он даже не придает значения. И то, что он ставит лайки другим, абсолютно ничего не значит. В сети появился слух о том, что Алексей Чайчиц неожиданно для самого себя переспал с Александрой Шевченко. Он был очень пьян, в процессе волшебства ему стало плохо и он не смог закончить начатое. Кстати, Александра оказалась тоже из числа матерей кукушек. Ее дочери оставлены за периметром не больше четырех лет. Алексею Чайчицу очень нравится Ольга Бузова, он восхищается ею. Он даже приготовил подарки для Бузовой, цветы и стихотворения, но ему не разрешили их подарить. На остров любви прилетела Катя Жужа вместе с дочкой Николь. Еще один новенький участник, Александр Коршиков, который пришел к Маше Филипповой, вряд ли задержится на проекте. Как отмечают в коллективе, его не видно и не слышно, у него самая главная роль по молчанию. Денис Ковалев в недавнем эфире поделился своим опытом соблазнения женщин. Он не качается, не бреется, носит дешевую одежду, рассказывает им о своей тяжелой жизни. И обычно это срабатывает, девушки его жалеют, и он получает от них волшебство, чего и добивается. Олеся Лисовская поменяла цвет волос. Многие отмечают, что она изменилась в лучшую сторону. Новый англоязычный трек Ольги Бузовой оценили и в США. Появились первые положительные рецензии о ее творчестве. Ее новый сингл получил 6 баллов из 10. Бузова счастлива. Студия маникюра, которую Даша Пынзарь открыла недавно на Новом Арбате, приносит ей неплохой доход. И Пыцари к Новому году хотят открыть еще один салон. Муж Ксении Бородиной и Курбан Амаров отпраздновал день рождения в кругу родных и друзей. Семья Пынзарь была в числе приглашенных. Дима Лукин публикует совместный снимок с Юлианой Богомоловой. Возможно, что ребята вместе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.